В скандально известной 57-й школе сменился директор пост Сергея Менделевича, заняла учитель математики Марина Прозорова. А что мы вообще знаем об экс-главе 57-й школы? Директором тут Менделевич проработал без малого 30 лет с 1987 года. Именно он в 90-м принял на работу выпускника пединститута Бория Мирсона, а в последние годы историка даже назначили одним из замов директора по внеклассной работе. К самому же Менделевичу здесь по-прежнему относятся очень тепло, немало лестных педагогов. Отзывы его бывшие ученики дают среде учеников и нынешних победителей конкурсов, олимпиад. Сам себя теперь уже бывший директор называл коллекционером людей. По его словам, он умел видеть лучших. Я для себя сформулировал, что есть директор школы. Во-первых, специалист по унитазам, потому что они должны быть и работать. А во-вторых, коллекционер людей. Все эти годы я коллекционирую всех новых и старых знакомых с точки зрения приложимости их к моему заведению. По одном из интервью Сергей Менделевич заявил в 57-й школе, Пуританский кодекс труда, иными словами, все его коллеги-консерваторы до мозга костей к своей работе относятся очень строго. Революционером на общем фоне выглядел разве что бывший историк Мейерсон. В свое время он стал героем документального фильма «Моя перестройка». Это кино даже показали по одному из американских каналов. На глазах зарубежных зрителей тогда еще советский педагог пил водку и рассказывал о любви к запретному. Впрочем, тогда речь шла только о книгах. Такого драйва, который был, когда мы читали «Мастер-магалиты», уже нет. А язык? Очень хорошо. Чистая эстетика. У нас к эстетике добавлялся протест. Это великолепная книга, и она еще и запрещена. Двойной кайф. Продолжение следует...